Крыши домов от наледи коммунальщики очищают по старинке. В ход идут лопаты и ломы. Это ноу-хаус заменит ручной труд. Инновационную систему обогрева желобов и водостоков разработали на Чебоксарском заводе «Чуваштеплокабель». Это уже инновационная современная технология, где мы обязаны использовать и внедрять в реальной практике, по тем направлениям, где надо обязательно это использовать. С учетом тенденции на импортозамещение, в дальнейшем даже и на экспорт будете пробовать. Системой обогрева кровли управляют специальные датчики. Они срабатывают автоматически, когда температура воздуха опускается ниже нуля. Разработчики говорят, такие кабели способны растопить лед любой толщины. Система подключается через терморегуляторы. Когда охлаждается воздух до определенной температуры, кабель включается. Когда воздух нагревается, получается, он нагревается, обогревает крышу, отключается. На выпуске кабельных систем обогрева это предприятие специализируется больше 15 лет. За эти годы инженеры воплотили в реальность немало инновационных проектов. От теплых полов до самонагревающихся ступеней. Аналогов этим разработкам нет нигде в стране. В Волговятском регионе у нас нет такого предприятия больше. Я уже сказал, что всего у нас в России где-то около шести предприятий, которые реально выпускают нагревательные кабели и провода. Три предприятия находятся в Москве. Одно предприятие у нас в Чебоксарах. Одно предприятие по Санкт-Петербургам. Одно предприятие в Екатеринбурге и в Томске. Спрос на системы обогрева увеличивается. Российские разработки начали вытеснять с рынка зарубежные аналоги. Новые ниши в последние годы открылись и для этого завода. Сейчас предприятия участвуют активно в программе импортозамещения. У нас инновационный продукт, я уже говорил, это система обогрев грунта в теплицах. Это инновационный продукт. На самом деле предприятия, которые выпускают подобного продукта, у нас, по-моему, в России вообще нет. То есть это продукт, который поможет земледельцам, честным вот этим хозяйствам, заранее уложив данную секцию в грунт, в теплицах, получить уже продукцию. В данном случае это те же самые огурцы, помидоры. Не в июне месяце, а может быть даже в мае. То есть за сезон можно два урожая собрать в нашем регионе. Современно на рынок необходима какую-то новую продукцию инновационную, надо выставлять. Кабельные системы обогрева могут быть внедрены в городскую среду. В администрации столицы республики уже рассматривают возможность оборудовать регуляторами тепла крыши жилых домов и социальных объектов. Они готовы на конкурсах участвовать, которые проходят прозрачно, открыто. И для них открывается огромный рынок перспективы, хочу сказать. Поэтому хочу выразить слова благодарности. Мы со стороны органов власти создавали благоприятные, комфортные средства для ведения бизнеса. И вот эти предприниматели, они чувствуют внимание со стороны государства. И свои мысли, свои идеи уже предупреждают реальное производство, создавая рабочие места. Таким предприятиям в правительстве региона оказывают поддержку. Мы возмещали им затраты на закупку нового оборудования. И также помогли им и компенсировали затраты на участие в международной выставке. Мы вот последние 2-3 года перешли на такие формы. Мы возмещаем предприятиям уже произведенные затраты. То есть они, допустим, закупили оборудование, либо там взяли его в лидинг. И мы возмещаем уже часть произведенных затрат, ну, до 50%. Ну, не более 15 миллионов рублей. Такие меры поддержки приносят свой эффект. Количество инновационных предприятий в республике растет. Спрос на местное ноу-хау повышается. Удовлетворить его чувашские производители готовы. Редактор субтитров А.Семкин